Владимир Волков посетил ведущее в России предприятие по производству весоизмерительной техники Тенза-М, которая находится в Краскове. Здесь выпускают весы и все комплектующие к ним. Глава познакомился с производством и планами компаний по развитию. Тему продолжит наш корреспондент. Визит на предприятие начался с осмотра территории. Она выросла почти вдвое. Решением властей области и округа Тенза-М передали еще 17 тысяч квадратных метров для реализации нового инвестиционного проекта. На этом участке сам будет производственное здание для выпуска системы СВК. Эта система позволяет осуществлять контроль транспортных средств по их нагрузке на дорожное полотно. С тем, что контролировать эти транспортства и не превышать разрешенных параметров. Цена инвестиционного проекта 110-115 миллионов рублей. Освоение территории начнется весной следующего года. Ассортимент продукции станет еще шире. Сейчас предприятие выпускает весы, тензодатчики и весовые дозаторы. Все виды продукции делятся примерно на четыре группы. Это тензодатчик, это сердце весов, весовая электроника, это мозги и весы. Это уже человек в целом. Специалисты сборочного цеха номер три собирают платформенные напольные весы из нержавеющей стали, рассчитанные на вес до одной тонны. Заказчик – крупный мясокомбинат из Екатеринбурга. Весами услан весь пол. Неспроста. Четверг на предприятии – день поверки измерительного оборудования. Следующий цех выполняет штучный заказ. Весы очень высокой точности на треугольной платформе. Заказали нефтяники для поверки мерников, емкости для учета нефтепродуктов или топлива. Эти весы как раз стоят в основе метрологии учета нефтепродуктов. И наши весы получились в два раза точнее, чем использовавшиеся до этого нефтяниками швейцарские весы. Если швейцарцы дают 0,01% погрешность, то у нас она в два раза меньше – 0,005%. Предприятия в основном выполняют индивидуальные заказы, исходя из потребностей клиентов. Но порой свои коррективы вносят обстоятельства. Например, этот год по урожаю зерновых рекордный. Как следствие, заказы от элеваторов, портов и мельниц, которым срочно потребовались бункерные весы.